Благоустройство города идет полным ходом. Центральный парк, набережная, придомовые территории. И это еще не полный список. Рядом с домом Ушнякова строят памятник в часть первооткрывателей и путешественников Центральной Азии. А вокруг построят Сиреневый бульвар. Мы проект разработали три года назад. С самого Сиреневого бульвара была вот идея по памятнику. Варианты памятников были тоже разные. Ну вот студия Грекова как бы русский иерархическое общество поддержала. И на сегодня более 13 миллионов на сегодня влаживает русский иерархическое общество. А вот плюсом или в рамках общественных пространств сколько планируют? Ну мы планируем, что порядка 80 миллионов еще нужно будет вложить. Восьми? Восьми десяти. Не восьмидесяти. Ну не плохо, восьмидесяти. Часть Сиреневого бульвара, то есть это также дорожки продулочные. И туда, ну в ту сторону. И мы как бы вот эту концепцию завершим. Оттуда и дотуда. Здесь вот на этом данном участке подрядчики устанавливают 59 фонарей в старинном стиле. Ну то есть полностью все озеленение, освещение. Ну я думаю, прекрасная точка будет для жителей города и для гостей. 18 августа планируется открытие бульвара с участием первых лиц Русского географического общества России. Совсем недалеко в парке «Свобода» уже установили памятник пограничникам и облагородили территорию. Над этим сфером мы работаем, ну не соврать бы, лет пять. То есть это все поэтапно. Участвуем в различных конкурсах. Вот огоражение мы выиграли по конкурсу, который проводила Республика Бурятия, по благоустройству мест к местам туристического показа. То есть мы огородили первым этапом, потому что после 90-х годов, к сожалению, здесь было все утрачено. И вот шаг за шагом мы идем. Мы гордимся, что и занимаемся и патриотическим воспитанием. Мы, честно говоря, традиции хорошие соблюдаем, дружбу, добрые отношения. Поэтому в этом месте памятник городская администрация поставила. И это в рамках программы обустройства городской среды. Здесь в будущем парк будет хороший. Вы видите дорожки, деревья, посадки. Это все с общими усилиями, с помощью даже волонтеров. Я скажу, что такая работа проведена. Чингис Ихунаев, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ, Кяхтинский район.